В эфире программа «Актуальное интервью» студии телеканала «Север» Ольга Русл. Здравствуйте! И сегодня в гостях у нас депутат Государственной Думы от Ненинского автономного округа Сергей Коткин. Сергей Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте, Оля! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сергей Николаевич, первый вопрос традиционно о нынешней региональной неделе. Что удалось сделать, с кем вы встретились в ходе недели? Да, ну, у нас традиционно региональная неделя. Встреч, как обычно, много, проблем много. Ну, встретился, во-первых, повел прием. Эти были проблемы здравоохранения, вопросы здравоохранения. Мы вместе с Еленой Михайловной встретились с населением, было много народа, провели прием граждан. Причем вопросы были, на мой взгляд, очень серьезные, важные, нужные. К примеру могу привести пример. Деткова Люба, у нас это молодежная палата окружная, она у нас молодая мама, и пришла с той проблемой, что, к сожалению, потоки разведены, когда делаешь прививку Манту. Нужно сделать прививку Манту делают, а через три дня на контроль прийти. И получается так, хотя потоки разведены, что с 8 до 10 утра в понедельник делают прививку. В это время не должно быть больных детей. Дети больные в 10 приходят, условно, должны приходить в 10. А потом они уже там в четверг приходят, когда непосредственный прием не для больных детей. Но, к сожалению, у нас же не всегда так все придерживаются вот этого правила. Приходит кто-то пораньше, кому-то на работу, у кого-то что. И, к сожалению, получается, что и больные, и здоровые дети в одном потоке. Поэтому договорились, что вот у нас департамент здравоохранения встретится отдельно и обсудит эти вопросы. Насколько мне известно, они договорились, что наши подключатся волонтеры с тем, чтобы все-таки попросить, во-первых, попросить, чтобы больных детей не приводили в это время с 80, дать возможность пройти здоровом прививке, сделать. Ну и возьмут на контроль наши волонтеры, будут контролировать эти ситуации. То есть наша молодежь подключится вот к этим вопросам, будут решать. Второе, мне кажется, очень важный такой вопрос, это аппарат искусственной почки. К сожалению, у нас в округе его здесь нету. Жителей здесь не так много, именно вот которым нужен этот аппарат. Но вся проблема в том, что эти больные, они удалены от семьи. Они в Архангельске, на аппарате искусственной почки. Понятно, это тяжело. Там хотя компенсируем мы съем жилья и прочее, но они не в семье, они там. Семья здесь, они там. Поэтому, безусловно, хотелось бы здесь, чтобы этот аппарат искусственной почки был у нас здесь в округе. Но там есть очень серьезные, на мой взгляд, вещи, которые нужно предварительно разрешить. Это нужно отдельно врач, специалист, причем высококвалифицированный специалист. Очень серьезное требование к самому аппарату. Раз в квартал мы все равно должны в Архангельск возить что-то из этого аппарата на какую-то профилактику и прочее. Но самое главное, еще и вода у нас не подходит. Там один из параметров превышает все нормы. И вот все взять в совокупности, если взять в совокупности, то надежнее все-таки, чтобы эти люди находились в Архангельске. Когда есть опыт, есть опыт как раз применения искусственной аппараты и прочее. Но, тем не менее, департамент тоже возьмет этот вопрос по работе, будем смотреть, посмотрим, что по специалисту, что для этого нужно. То есть, как бы вот так поработать. Потом, значит, ну вот такая приятная миссия, вручили мы ключи от автобусов. Это школа у нас, причем это федеральные деньги. В сетях там уже появилось, там что-то там делал депутат Государственной Думы, сенатор, значит, губераторам, когда вручали эти самые ключи. Но это федеральные деньги. Это то, над чем мы бьемся все вместе, и губернатор, и сенатор, и депутат Государственной Думы, и все органы власти, исполнители, законодательные. Мы получили два автобуса детских, причем автобусы арктический вариант, утепленные стекла, утепленные люки, утепленные двери, ремни безопасности. Мы посмотрели эти автобусы, у нас получили эти автобусы искательская школа, и, по-моему, третья школа. Третья, да, не вторая, а третья. Третья, да. И мы получили машины поликлиника окружная и больница искателя. Это, безусловно, здорово, поскольку это, во-первых, ускорит доставить врача, медработника к больному. Это, значит, новая спасенная жизнь, спасенное здоровье, все это здорово. У меня же такие события приятные, очень здорово, что федеральный центр нас поддерживает в этом отношении, в этом направлении мы работаем, мы стремимся к тому, чтобы все-таки в каждой школе у нас такие автобусы появились, больницы у нас так и поликлиники более-менее обеспечены, и скорой помощь машины тоже мы получаем. И в этом плане и дальше будем работать. Потом я встретился с нашей молодежной палатой городской, с молодежью пообщались, обсудили тут события, все последние события, поговорили по их работе, что, как, выходить на федеральный уровень совместно, обсудили поправки, которые надо носить, законы, которые мы приняли о молодежной политике, то есть такой, на мой взгляд, очень полезная была встреча. Проверили партийную конференцию города сегодня, у нас Заполярного района. Побывал я в приют или там, где содержат бездомных, к сожалению, наших животных, домашних. То есть вот такое, как всегда, насыщенное, полезные, нужные встречи, много-много вопросов, которые надо прорабатывать и работать. Вот тему здравоохранения мы затронули. Я знаю, что наши зрители интересовались, сделали ли вы прививку от коронавируса. Да, в прошлый раз, когда мы говорили, я планировал ее сделать, но приболел немного. Поэтому я ее сделал, у меня 10 февраля уже будет вторая прививка, мы с супругой сделали. Супруга абсолютно ничего не почувствовала, никаких, но я как бы ощутил, я уже там и подсказал. Много-много звонков, кстати, мне. Когда я сказал, написал, сделал в своем контакте, что сделал прививку, и очень много мне звонили людей с округа, с населенных пунктов, как себя чувствую. Значит, у супруга замечательно вся у меня, так, часов через 12 температуры не было, но такая жажда, захотелось очень сильно пить, и суставы немножко поломило там, суставчики. А на утро все нормально, ни проблем, ничего нет. Поэтому я еще раз повторюсь, что наша медицина, она лучшая в мире сегодня. И уже многие государства выстроились в очередь за нашей медициной. Я сделал спутник ВИ, поэтому абсолютно безопасно, надежно. Я проконсультировался с ведущими специалистами, уверяю вас, российскими в этом плане, потому что меня спрашивают, очень много опросов задают. По крайней мере, я думаю, что, дай бог, все будет нормально. Сергей Николаевич, еще вот такой один популярный вопрос, который всегда жители Ненецкого округа волновал и волнует, это охота, охота на водоплавающую дичь. Она приближается, и что будет, что, расскажите нам, пожалуйста, что людям ждать? Значит, это у нас вокруг приказа Министерства природных ресурсов 477 и 24 июля. Все мы об этом приказом наслышаны, и губернатор в этом плане работает, и кружное собрание. Я там, по сути дела, не вылезаю из кабинета профильного Министерства природных ресурсов. Позавчера только я разговаривал, прежде чем идти на вашу передачу с руководителем департамента по охоте. Там суть в чем? Когда они издали этот приказ, на них вкралась ошибка. Они там написали, появилась приставка «не лишняя». Ну, как обычно, у нас, когда по жаберным сетям Ненецкий окук выпал, у нас мы добивались полгода, чтобы Ненецкий автономный окук включили в приказ и разрешили нам ловить рыбу жаберными сетями. А здесь включилась такая ошибка нехорошая, которая, в общем-то, я бы не сказал, что она запрещает охоту внутри 15-километровой зоны по ледовитому океану. Этого нет. Но она как бы запрещает охоту и за 15 километров. Но суть в том, что, сейчас попробую объяснить очень коротко, людей беспокоит то, что они не смогут охотиться внутри 15-километровой зоны. Значит, ничего подобного. Во-первых, мы проговорились с руководительным департаментом. Они эту ошибку устранят. Они вновь вот этот приказ вывесят на всенародное обсуждение. И попросили меня, чтобы мы включились в обсуждение этого приказа с тем, чтобы от нас были пожелания не только, чтобы нам разрешили в 15-километровой зоне охотиться, но и разрешили охотиться на островах. Когда я ему стал говорить о том, что для нас это вообще неприемлемо, когда мы охотимся только внутри, за 15-километрами у нас только охотиться на лося там и на животных. У нас нет там, по большому счету, гуси. То он прекрасно меня понял, но он говорит, что когда формировали этот приказ, в целом по Российской Федерации они получили тысячи, тысячи обращений от жителей России с тем, чтобы мы запретили охоту от внутри 15-километровой зоны. И, к сожалению, они не увидели обращений от жителей с севера, чтобы мы бы включились и сказали, что это вопрос жизни для нас на самом деле. Поэтому мы сейчас договорились, что они этот приказ вывешивают на всенародное обсуждение. Мы включаемся в это обсуждение. Я уже вот встречался вчера и с молодежью, и с охотниками. Мы туда свои предложения дадим. Вчера я провел совещание в нашем департаменте природных ресурсов с рыбаками, с охотниками. Мы все это проговорили. Будет необходимость, мы можем встретиться с министром природных ресурсов, еще раз обсудить. Но, по крайней мере, я уверяю, что к охоте эти проблемы обещают нам все снять. Приказ будет изменен, и я думаю, что наши охотники могут спокойно охотиться внутри 15-километровой зоны. Сергей Николаевич, вот еще вопрос. Нынешний созыв Государственной Думы очень много принимал различных законов. И один из законов, который был недавно принят, он очень неоднозначный закон, о том, что запрещается за клевету, в общем, будет предусматриваться наказание за клевету в соцсетях. То есть нельзя будет этого делать. И как вы считаете, насколько нужен такой закон, насколько он востребован? Вообще, как к нему относиться, к этому закону? Ну, вот вы знаете, как бы так выразиться, я просто по себе могу судить, что меня только еще с рогами не изобразили наши сети. А так и волосы фиолетовые у меня, причем какие-то фотографии нашли такие, которые личные, неличные. Ну, ладно, фотографии, ладно, я как бы уже стрелянный в этом плане, меня трудно пробить вот этими вещами. Чем больше обо мне пишут, даже в самом нехорошем смысле, чем абсолютную ложь и неправду, я думаю, что тем больше люди начинают, наоборот, относиться. Обратный эффект. Как у меня мама всегда говорила, глупый осудит, а умный рассудит. Вот я из этого исхожу, и жизнь подтверждает, что вот это на самом деле так. Но вот то, что происходит у нас в сетях, вот, мне кажется, дальше допускать так нельзя. Там же речь идет о хамстве, о невежестве. Вот у нас, посмотрите, все эти, да, кто? Плешивый, лапоть, какой-то скотовод рогатый. Ну, что это такое? Ну, мы, русские люди, мы всегда с уважением к русскому языку, мы всегда обращались по имени-отчеству к человеку. И почему по отчеству? Потому что мы с уважением относились к родителю. Здесь, когда мы видим вот это все, ну, ладно, оскорбление, я отношу к воспитанию людей, но такое воспитание, тут ничего не изменишь уже этих людей. Но, когда идет, я в месяц получаю до десяти рассылок, мне присылают жители округа, когда, значит, вот Государственная Дума приняла такой-то, такой-то закон. Я, значит, напрягу, что там за закон такой? Ну, не может быть такого, начинаю в аппарате выяснять. Говорят, да не было такого закона. Инициатива была от кого-то там, что-то где-то было, какой-то слух, а они уже, что закон принят. Люди же это воспринимают, что это на самом деле действительно так. И вот объяснить каждому же не объяснишь, и начинают, и начинают вот это все фейками, по сути дела, распространять. Ну, я считаю, что это идет вот целенаправленный, целенаправленный подрыв, подрыв, да, вплоть до того, что, я говорю, что это уже практически маски сброшены, и вот уже в открытую идет, ну, когда призывает уже атаку там на Кремль идти, там еще чего-то, ну, что-то такое. Поэтому там не только закон по клевете, там, к примеру, мы закрыли данные по полицейским. Почему закрыли данные? Потому что мы прямо в эфире звучат, берите битые, идите бить, жены детей, сотрудников полиции. Это с какой стати? Это с какой стати? Это когда сотрудники полиции стоят вот на площади, а с них там 12-летние, 14-летние, срывают маски, каски, там, унижают их, а он стоит, голову опустил, видимо, приказ дан, не реагировать никак. Поэтому мы закрыли. А в 90-е годы, когда я служил в контрразведке, и когда ребята наши в Чечню пошли, у нас галочками помечали двери у наших сотрудников кто-то. Для чего? Потому что речь шла о кромной мести. Поэтому мы закрыли всю эту информацию, естественно. Мы закрыли информацию, мы будем наказывать за финансирование иностранными государствами наших коммерческих организаций. Мы же сейчас видим, какие потоки идут. Открыто идут потоки финансирования. Мы, безусловно, будем наказывать за клевету. Что такое клевета? Это предоставление заведомо ложных сведений о человеке. Если ты знаешь, что это неправда, ты ее не распространяй. И тут нет никакой угрозы для других людей, которые, допустим, распространили, потому что замку там, вот мы обсудим еще это, якобы Путина замок, да, распространили. Клевета, клевета доказывается состав преступления. То есть должен быть субъект, субъективная сторона, объект и объективная сторона преступления. Если ты умышленно это не делаешь, знаешь, что это клевета, то нечему тут никому опасаться. Нечему никому опасаться. Не надо говорить людей то, что ты знаешь, что это неправда. Вот и в чем дело. Вот в чем суть. Вот эти моменты, мне кажется, они вот абсолютно нужно это принимать. И там, кроме этого, мы приняли, увеличили штрафы. Если, допустим, корреспондент на митингах представляется, не корреспондент, простой участник митинга, а представляется сотрудником СМИ как вот. Мы увеличили штрафы до 20, по-моему, тысячи рублей. Возмущается, а что, а почему? Ну, а что ты представляешься? Зачем ты представляешься сотрудником СМИ, если ты таковым не являешься? Это кому-то выгодно представляться, это кому-то выгодно. И вот такие моменты, у нас принят ряд законов, я думаю, что это опыт Беларуси, безусловно. Если они перекрывают дорогу, перекрывают движение, не дают пройти машинам скорой помощи, пожарным машинам не дают. Друзья мои, у нас ведь никто не запрещает, пожалуйста, выходите на митинги, пожалуйста, но вы не перекрывайте дороги, вы не мешайте машинам скорой помощи, не мешайте пожарным машинам. И вот таких примеров я могу десятки вам приводить, и, безусловно, мы не допустим того, что, по крайней мере, произошло по ряду других государств. Идет целенаправленная работа, конкретная, уже открытая причем, по смене режима, смене власти. Если говорить о дальней перспективе, по России в целом, такого государства быть не должно. Мы об этом уже как-то с вами тут и говорили, обсуждали. Все стало очевидно, маски сброшены. Насколько надо было запрещать эти митинги? Насколько власти были адекватны в своих действиях? Насколько действия полиции были адекватными? Не были ли они избыточными? Насколько это все было нужно? Значит, есть статья 31 Конституции Российской Федерации, что каждый гражданин имеет право на митинг, на шествие, пожалуйста, без вопросов. Но есть и другая статья Конституции Российской Федерации, 53 статья, которая говорит, что каждый гражданин Российской Федерации имеет право на безопасность свою. Поэтому все митинги, все шествия и общественные такие мероприятия, они в обязательном порядке согласовываются с органами власти, исполнителями органами власти. Для чего? Для того, чтобы обеспечить безопасность граждан. Пожалуйста, выходите, митингуйте без вопросов. Но там должна быть машина, скорая помощь, там должны быть люди, которые обеспечивают порядок. А здесь, когда вот это произошло у нас, вот это то, что вы говорите, молодежь, здесь наоборот, когда им предлагали, мы давайте, мы разрешение сделаем все, не надо было этого им ничего. Почему? Потому что все нацелено было на провокацию. На провокацию с тем, чтобы вот сотрудники полиции отреагировали действительно. И самое-то еще что вот унизительно. Действительно пустили себя, ребят, малолеток, детишек практически пустили, впереди себя поставили. Ну что это такое? Это просто ужасно. Ну что это такое? Я говорю, сотрудник полиции, ну смотришь его, там ему дали, он потерял, упал. Он встает, он даже не отвечает. Он даже не отвечает. Вот это плохо. Вот это плохо, то, что вот этот негодяй один, по сути дела, тот же Навальный, да, вот смотрите, сколько он сделал для государства в российской пакости, сколько она делала. Сколько мы санкций получили. И все же очевидно уже, все доказано. Все эти фильмы, которые там про дворец Путина, которые, кстати, наши сети показали, да, это самое, а вы покажите то, что другой фильм, когда ничего там нету, еще только строительство идет, оказывается, на самом деле. А почему самолеты не летают над ним и закрыты в движении? Потому что рядом часть ФСБ, пограничная часть. Это все теперь же есть, и все известно, кто финансировал этот фильм, какие материалы, откуда они поступали. Но все же очевидно. Поэтому здесь вот то, что произошло, то, что произошло действительно, ну, дай бог, вот в Наринмаре у нас никто не вышел, никто не вышел. Ну, на севере люди, как обычно, более взвешенно, так осторожно к этому там 10 раз подумают, прежде чем что-то сделать. Поэтому тут у нас спокойно. А в целом-то по России, да. Но давайте посмотрим по другим государствам. Возьмите Соединенные Штаты Америки, смотрите Великобританию. В Штатах вот эти законы, то, что мы о которых, вот мы сейчас говорили, как там, антинародные, антинародные, еще в 1937 году были приняты. И там просто участие в митинге, не в санкционированном митинге, до 10 лет лишения свободы. А в Великобритании, кстати, до 12 лет лишения свободы. Смотря, зависит от того, сколько участников в этом митинге. И так взять по другим государствам, у нас там, в общем-то, самое такое либеральное законодательство. И наказания-то очень такие смешные, по сути дела, даже получается. Но только мы об этом заговорили, смотрите, как весь мир завопил. А посмотрите, что они творят со своими на митингах, когда поливают морозы холодной водой, когда резиновые пули, когда газ применяют. Ну, что это такое? Посмотрите, каких полиции, ты попробуй оскорби сотрудника там. Тебя расстреляют на месте. А наши ребята стоят и молчат, а их бьют, по сути дела. Поэтому, я думаю, что вот, наверное, хорошим уроком, хотя, наверное, нужно сказать, что то, что Навальный, я как бы эту фамилию называть даже не хочу, для меня этот человек не существует. Просто-напросто, то, что он сделал для России. Но, к сожалению, к большому, использована ситуация у нас. У нас экономика подсела конкретно с пандемией. У нас сейчас ограничения, вот эти маски, никуда ты не выйдешь, нигде ты не расслабишься. Молодежь, ты никакие дискотеки не пойдешь. Реальные доходы у населения упали. Это все мы чувствуем. Это мы все понимаем. Вы, хотя и государство, и президент, и Государственная Дума, и правительство в таком сколес практически финансируемо все эти потоки, чтобы как-то сохранить экономию, как-то удержать предпринимательство, как-то поддержать семьи, многодетные семьи. Это все грамотно использовано, все. И это действительно есть. И это действительно есть. И я думаю, что основная масса этих людей безработица, на работу устроиться сложно. Ну, вот так вот, к сожалению. Сейчас весь мир вот в такой ситуации находится. У нас очень любят с другими государствами сравнивать. Да, да, у нас же сразу. А вот у них там великая демократия в Соединенных Штатах. Какие они умные, разумные, значит, и демократы какие. Поэтому здесь-то, по-моему, все как раз очевидно. У меня вот внучка ей 10 лет. Она приходит, мне полушепотом говорит, дедушка, а правда, что вот завтра в людей будут стрелять? По ТикТоку или как там, молодежный какой-то канал. По каналу иметь 10 лет ей всего. И я даже не знаю, как ей объяснить. Что ей говорить? Как вот это то, что мы с вами говорим, она не поймет. Она подходит, дедушка, завтра стрелять будут в людей. Это же все накручивает. Представляете, они на каком уровне стали работать? То есть это уже, я считаю, что вот в открыто. Причем финансирование идет открыто. Но если посольство Соединенных Штатов Америки, значит, призывает идти на Кремль, если они разрабатывают маршруты движения, если они четко выполняют команды, вы видели, как они присели, встали, дирижеры всех этих. Ну, очевидно. Очевидно это все. Но я думаю, что все-таки мы справимся. И с этой бедой справимся. И с этой бедой справимся. Я думаю, что люди, вот как я говорю, мама, что глупый-глупый-то осудит, а умных-то людей все-таки больше. Я думаю, что мы справимся. Молодежь ведь она не все еще как-то и понимает, и раздражителей много, на самом деле много раздражителей. Поэтому я думаю, что тут надо делать выводы. Надо с той же молодежью ведь и работать, и встречаться, и разговаривать с ними. Причем разговаривать с ними откровенно надо. Чтобы они в себе не замыкались. Я вчера их попросил, я говорю, вы не замыкайте в себе. Давайте вы будьте активными. Есть проблемы, вы их поднимайте, обсуждайте, добивайтесь. Президент всегда об этом говорит. Всегда об этом говорит. Пожалуйста, вот-вот ваш депутат Государственной Думы, давайте разговаривать. Что вас волнует, что вас беспокоит. Давайте будем вместе. Понятно, что Коткин сделает, не сделает, не все сразу решается. Но надо с людьми говорить и быть там, где боль действительно у людей. А не то, что там по каждому поводу, как наши начинают там это все муссировать, там где-то как-то. Ну, это меня просто вот, я тоже не обращаю внимания, но люди же читают, верят. Это возвращая их к тому, что вот, когда мы принимали вот эти законы и по клевете, и по хамству. Кстати, там ведь мы штраф увеличили для чиновников. Когда чиновники начинают хамить, мы и там штрафы тоже увеличили. То есть это и по всему фронту. Но там же доказывать надо будет, там же как-то очень сложная вот эта процедура доказательства. Ну, конечно. Тебя оскорбили, там вот эти фейки, не фейки. Там же все равно за этим фейком какой-то человек стоит, да? Это нужно будет как-то... Вот сегодня сессия окружного собрания депутатов, там присутствовал. Депутаты тоже задавали вопрос, когда учитывался начальник управления МВД, тоже задавали вопрос, ну, когда это прекратится? Когда это прекратится, вот это безобразие? Для меня так это я вообще не понимаю. Как вообще вот такое возможно? Не знаю, как-то не так воспитывали, наверное? Это взрослые люди делают, знаете, это ведь не подростки делают. Это взрослые люди делают такого уже... Это ж надо какое сознание иметь перевернутое, да? Чтобы вот так вот. Удивительно просто. На что рассчитывают? Ну, не знаю. Не знаю. Надо с молодежью работать. Надо, наверное, вот сейчас очень распространено волонтерство. По волонтерам, вот, раз вы коснулись этой темы, я вчера вот как раз с молодежью встречался, мы их поблагодарили, ребят молодых. Вот уж действительно молодежь. Вот встали, плечом к плечу, покупают лекарства, отоваривают, берут рецепты у врача, отоваривают в аптеках лекарства и приносят больным людям домой, чтобы они не ходили в поликлинику, в больницу, не пересекались с ковидными больными и вообще с больными. Ну вот это что-то. Вот у меня берет горлость за таких ребят. Действительно наследники достойны наших отцов, мам, дедов, прадедов. Вот никто их ведь особо не финансирует, вообще не финансирует. Это чистая доброволя. А я решил с ними пройти, значит, и я это делаю, я лекарства и сам произносил, потому что мне очень важно, в каких условиях, как это они, ребята, работают. Может, вот и когда в органах я служил, и когда ребят на войну отправлял, сам у меня два друга погибло, один герой России посмертно, другой орден мужества, прежде чем куда-то направлять, надо самому сначала это все пройти, посмотреть. Я писал рапорты генералу, чтобы меня направили в горячую точку. Здесь они мне попросили, «Госерегенович, давайте сходим вместе». Знаете, что поднялась какая-то самая, да? Я делал это и делать буду. И то, что они делают, да низкий им поклон. Вот этой молодежи, вот настоящая молодежь, вот действительно, слушайте, у них глаза горят, они обеспокоены. Как бы не перепутать лекарства, а довести вовремя, а успеем ли мы довести, слушайте. Вот это все вот молодцы, просто молодцы ребята, и дай бог, и родителям, и низкий поклон за такое воспитание. А вот то, что приют, побывали на приют, сказали, говорят, ну, Коткин скоро с кошечкой там появится на руках. Так вот я побывал в приюте, посмотрел на этих кошек и собак. Почему с кошечкой? А вот сейчас расскажу, почему с кошечкой. Значит, смотрите, вот мне очень понравился коллектив. Коллектив небольшой, там, где содержат у нас бездомных животных. Мы же приняли закон, сейчас федеральный, об ответственном обращении с домашними животными. И мне было важно, и мне поступали звонки все-таки, на как он работает в жизни, этот закон, какие есть проблемы, что нужно внести, какие изменения, устраивает ли он их или нет. И вот когда мне они показали свое хозяйство, вот этих собак, там несколько десятков, и щенков, и кошек, вот, слушайте, вот, 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 вот тоже вот, вот ориентир по жизни, у них невысокие заработные платы, это бюджетные учреждения. А как они беспокоятся, как они волнуются за этих животных? Ведь в основном животных приносят домашних отказники. Маленького взяли, поигрались, подрос, его привозят, и причем потом мало кто беспокоится о них и интересуется. И вы знаете, я поймал себя на мысли, когда вот зашел в эти кошки, они там две таких, ну, масляные батареи, холодно же, они вокруг этой батарейки, кошки, значит, и одна из них ко мне вот идет, просто ползет на меня. И я знаете, что вспомнил, я где-то вычитал, что когда собака домашняя или умирает, она глазами ищет своего хозяина. Вот все они так делают, они глазами ищут своего хозяина. И вот я, когда подошел тут к собакам, вот этим бездомным, они на меня смотрят, я не скажу, что я большой любитель, хотя в детстве и собаки, и кошки были, и с кошкой спал маленьким, помню, такой, а тут вот она смотрит тебе в глаза и пытается узнать своего хозяина. Она смотрит и пытается узнать, а кошка вообще, слушайте, и вот настолько вот это все, и вот я говорю, вот низкий поклон вот тем работникам, то, что они делают, мы с ними поговорим, потом провели совещание с ними, они все вышли, мы все вместе обошли вот эти, где содержат вот этих собак, у них очень много предложений. Мы договорились, что они мне подготовят предложения, мы их внесем, я потом в федеральный закон, на профильном комитете обсудим. Сергей Николаевич, спасибо вот о том, как что и будет сделано для приюта и вот другие темы. Приходите, расскажите к нам на нашей программе актуальное интервью. Наша передача подошла к концу, вам спасибо огромное. Я напоминаю, что в студии телеканала «Север» был депутат Государственной Думы от Нениска автономного округа Сергей Николаевич Коткин. Мы прощаемся с вами, оставайтесь с нами на «Севере». Редактор субтитров А.Семкин